Всем привет! Это История от Анонима. Сейчас я зачитаю запросы своей подписчицы, дам комментарии на эту тему. Вы можете поступить точно так же, вы можете написать на мою почту, она указана в инфобоксе под видео. Присылайте вы История от Анонима, я её разберу. Это касаемо не только отношений с турками, это могут быть какие-либо другие психологические вопросы, взаимоотношения с другими людьми, без проблем, мы разбираем всё. Если вы хотите индивидуальной консультации, то тоже напишите мне на почту, что тема письма-консультация, я вам вышлю условия психологического консультирования, которые я провожу. Итак, у нас сегодня История от Анонима. Итак, здравствуйте, Галя. Как вы правильно заметили, пишут обычно те, кто уже встречается с турками, мужчинами, и я не исключение. Мне 43 года, я живу в Америке, разведена, у меня есть ребёнок 10 лет. На сайте знакомств я познакомилась с мужчиной, ему 45 лет, он в разводе. Он живёт в том же городе, что и я, мы встретились. Он мне понравился, я ему тоже. На второе свидание он сказал, что он из Турции, живёт в Америке уже 20 лет. У него есть дочка 15 лет, она живёт с ним. Около месяца мы встречаемся, у нас был секс. После того, как я узнала, что он из Турции, начала гуглить про турецких мужчин, отношения с ними. И, конечно же, нашла на YouTube блоги о Турции, ваш в частности. Много слушала про отношения с турецкими мужчинами, поняла, что отношения я начала неправильно, но уже поздно. Мой вопрос такой. Как себя вести? Что делать, чтобы отношения продлились, но не превратились только в интимную близость? Я знаю, что месяц отношений – это вообще не о чём, но хотелось бы, чтобы эти отношения перешли позже на более серьёзный уровень. Возможно, мы бы начали жить вместе. Спасибо. Так, смотрите, про это сейчас поговорим, но я хочу отметить для начала, что сам вот этот подход, что мне сделать, как мне себя вести, как себя позиционировать, чтобы человеку понравиться, чтобы наши отношения продлились, как бы как быть правильной, как быть хорошей, как быть удобной для того, чтобы и какая-то цель. Понимаете, это априори уже неправильно, потому что человек нас должен любить таким, какой я есть, с неправильностями, с проблемами, за хорошее и за плохое. То есть вы уже, я сразу вижу, уже читая этот запрос, человек, который подстраивается, хочет быть удобным, потому что он уже с детства в силу своего жизненного опыта выучил, что любят тебя за что-то, за какое-то поведение, не безусловно без условий, а за какое-то условие, за какое-то, не знаю, подавляю эмоции, только самой лучшей кажусь, там, не знаю. В общем, нужно подчеркнуть, да, здесь поставить. То есть за определенное поведение, за определенную маску и, к сожалению, за определенную фейковость, да, мне надо стараться быть другой, идеальной, хорошей, чтобы со мной были, чтобы от меня не отказались или чтобы мне не сделали больно. Здесь у нас влазят уже наши страхи, которые и побуждают нас к подобному поведению. Немножко психологии здесь дадим. Как правило, такое вызывается, выученная, скажем так, позиция, да, о том, что любовь надо заслужить, завоевать или как-то ее удержать, что-то специальные, какие-то действия сделать, быть неестественным. Мы в маске. Конечно же, это по результату депривации, депривации семьи, родителей или общества, в котором живет ребенок, депривация, то есть условно, отторжение, ни любви, ни принятия. И мы как защитный некий механизм подстраиваемся и учимся выживать. Поэтому мы знаем, что, естественно, безусловно, меня любить не могут, а за что-то. Соответственно, надо подстраиваться, быть каким-то, чтобы с тобой были. Знаете, в чем проблема такой позиции, что когда-то настанет время, и вам надоест все равно быть в маске, быть в образе, или вы захотите образ свой поменять, быть, естественно, таким, какой ты есть. И тогда, скорее всего, на этапе отношений, про которые я раньше рассказывала, пять этапов отношений, в период разочарования, будут большие проблемы с вашим партнером, если вы вообще не расстанетесь. Потому что принять с меня новую, например, не захочет, будет против, пытается ломать. И, в общем, короче, начинаются конфликты и проблемы в отношениях. Вот чтобы отношения не важно, турок это, американец, англичанин, африканец, кто угодно, или индус, надо начинать, по сути, здоровые и правильные отношения, чтобы они были про семейную жизнь, про будущее, про счастье, совместное, с общих взглядов, интересов и с себя настоящим, таким, какой я есть. Вот и все. Это залог успешных отношений. Не одевать маску изначально и казаться каким-то или какой-то, а быть таким, какой он есть. И если меня человек не принимает, таким, какой я есть, но пытается, например, переделать, или вообще меня таким не принимает, ну, это просто не мой человек, ищем другого. Ответ очень прост. Теперь же к вопросу о турках, про правильное начало отношений, про интимную близость. Типа вы, я как поняла, да, запрос, мы общаемся только месяц, он мне нравится, приятен, но у нас уже была какая-то связь с ним такая, да, и типа не факт, что мы вообще про что-то серьезное будем. Знаете, истории я уже очень много, не только по каналу, вообще по жизни в Турции, своему опыту слышала. Истории начинаются по-разному, когда знакомятся и на отдыхе, и в ночных клубах, из какой-то интимной близости что-то начинается. То есть это вообще не показатель того, что у вас все 100% ничего серьезного не выйдет. Это зависит от человека, от его воспитания и его взгляда. Если вы в нем видите какие-то религиозные, традиционные начинания, как у других турок турецкого общества, то есть 20 лет, во-первых, да, он уже довольно-таки, скорее всего, адаптировался, американизировался. Конечно же, турки плохо меняются, такие закоренелые остаются, но очень многие, они все равно подстраиваются под социум, в котором живут. Это просто невозможно. Нельзя выжить в новых условиях, не подстраиваясь. Это просто наши инстинкты выживания как людей. То есть я к тому, что ваша модель, назовем так, турка, уже, скорее всего, американизированная, да, то есть уже к этому проще может относиться. Но какие-то устои и каноны, скорее всего, там про традиционно турецкие взгляды, особенно такая традиционная семья или воспитание какое-то, или они имеют до сих пор его родственники, или его прошлое, на него какое-то влияние. В общем, то есть это интимная бизнес, которая у вас произошла, это не показатель того, что у вас ничего серьезного не будет. Это раз. Два. Вы делаете то, что вы хотите и чувствуете. В этом нет никакого запрета. Вот вы так почувствовали, вам так захотелось. Смотрите, у вас все изменилось, когда вы услышали, что он из Турции, или что он турок. Вы начали искать, вы нашли просто на вашу тревожную базу, которая была про несуществование и безусловно любви я всегда подстраиваюсь и надеваю маску. Вы просто увидели, за что можно зацепиться. О, он турок, надо узнать, как с ними общаться и так далее, и так далее. Мне нравится все, в нем подходит. Сейчас мы, у вас нашлась, скажем так, стезя, направление, в котором можно реализовать свою потребность, прицепить его к себе, влюбить, заинтересовать, быть такой подстраивающийся, податливый, какой он хочет видеть. Вы увидели потенциал для реализации вот этого всего, а для вас как гарантия безопасности, защищенности, того, что мы будем вместе, гарантия будущего, депривации не произойдет от меня, не откажутся, не бросят, мне не сделают больно. Вот что происходит сейчас. Вот ваш, скажем, истинный запрос вот в этом состоит. По поводу поведения. Вот если это уже произошло, уже никак изменить не можете, правильно? Никакого отката назад не произойдет. Просто ведите с ним здоровые, нормальные отношения. Говорите про планы, узнавайте, чего он хочет, какие у него взгляды на жизнь, как он себя видит через полтора, например, года, через год свою жизнь. Планирует ли, вообще узнайте, планирует ли он семейную жизнь, долгие прочные отношения, какие у него запросы. Если он на все это отвечает да, по сути, то есть показывает, что словно у вас да, была интимная близосвязь, и вы видите, что он все равно продолжает говорить про будущее, про любовь и тому подобное, то как бы война от этой, может быть, все так и будет. То есть говорите о будущем, говорите о своих желаниях, что вам нужно узнавать лучше друг друга, да, месяц это очень маленький срок. Я бы вообще в вашей ситуации рекомендовала обратить внимание не на то, как с ним общаться с турком, чтобы был хорошо и надежно и навсегда, а обращайте внимание на свои желания и для того, чтобы вы не закрывали глаза на минусу человека, не прощали ему что-то в его поведении, например, анастетические какие-то нотки и так далее, и акцентировали на это внимание. Это залог здоровых отношений и будущего вашего совместного. Как говорится, выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Есть такая поговорка. Так, сейчас прочитаю ваш запрос, да. Как себя вести, что делать, чтобы отношения продлились, но не превратились в только сексуальную подоплеку? Ответ простой. Развивайте отношения. То есть встречайтесь не только для интимной близости, а для общения. Разговаривайте с ним, узнавайте про планы, рассказывайте про себя. Если человек вами не интересуется вашей натурой, вашими взглядами, вашими желаниями, планами, он не заинтересован в вас как личности. Ему нужно, как вы написали, only sex. Вот все понятно будет. Если у вас ваше общение сводится только к only sex, то значит, оно так и есть. Говорите с ним больше по душам, о личности, говорите о себе, о нем. То есть узнавайте друг друга, делайте отношения, делайте, становитесь парой, узнавайте друг друга. Если человек сопротивляется, не хочет, вот вам и ответ из-за зачарования, что он только приходит за закрытием своей вот этой потребности. Я как личность, как персоналити неинтересна. Все. И вы делаете на месте выводы. Продолжаете вы ему давать то, что он хочет, закрывать его потребность или вы прекращаете это общение? Принимаете вы такие правила игры? Или нет? Если мы берем здесь менталитет турок и что-то здесь особенное, да и на самом деле ничего особенного нет. Вы живете в Америке, там немножко другие правила менталитета, правила игры, правила жизни, и это он должен под них подстраиваться, потому что он туда, тем более, 20 лет назад переехал. Я думаю, я думаю, что в нем нет таких укоренелых вообще моментов турецких. Я думаю, что он, скорее всего, уже очень хорошо адаптировался, подстроился и в его поведении, и в каких-то устоях в том числе. Хотелось бы, чтобы эти отношения перешли позже на более серьезный уровень. И вот я вам советую просто откинуть из головы, что он турок, так как бы вы с мужчиной другой национальности любой переходили бы на новый уровень, как бы вы развивали отношения с ним точно так же. Никакого трепета про то, что он турок, не надо делать. Если вы хотите одевать маски, что я не рекомендую, это неправильно, рано или поздно будет разочарование, придется маски снимать, тогда начнутся проблемы, будете, по сути, переламывать свои отношения и выстраивать их заново с новыми правилами, с новым принятием. Если вы хотите все же одеть маску, ну, давайте, окей, копируйте, смотрите мои видео, копируйте турчанок, будьте более прямолинейны, задавайте прямые вопросы, говорите, что вам конкретно надо, попытайтесь, оденьте маску тогда привычную для него, маску турчанки, только я не думаю, что он в этом заинтересован, учитывая, что он огромный промежуток времени уже в Турции не живет. Если бы он хотел, он бы нашел турчанку и в Америке, и либо привез турчанку из Турции жил с ней в Америке, то есть вообще бы у него с этим проблем не было, если ему была нужна турчанка. Вот я что скажу. Смысла в этой маске на самом деле нет. Вы можете просто более четко очерчивать какие-то личные границы, не утопать в сладких речах лапше, которую он вешает на уши, как многие турки ухаживают, да, громко говорят. Вот посмотрите просто побольше видео на моем канале на эту тему, вы все это поймете. Если вы, скажем так, не хотите просто в это во все верить, все ответы есть у меня уже в видео, в историях, которые я публиковала, это вообще, короче, потратите время, посмотрите, у вас все в голове, картинка выстроится. Но я сразу говорю, я это делать не рекомендую, одевать маску и подстраиваться под что-то. Вы должны быть собой. Это про здоровые отношения, про любовь. Если вы уже сейчас чувствуете, что только интимная близость ему нужна, что он не собирается развивать отношения, ну посмотрите пару месяцев еще, постестируйте, попробуйте пообщаться про личность, то, что я раньше сказала, про узнавать, по-нормальному развивать отношения взрослых людей, которые стремятся к чему-то больше, все узнать, что он хочет, да, в отношениях, какая перспектива. И видите, что это никак не двигается, просто оставляйте этот вариант, не бейтесь в закрытую дверь, не старайтесь казаться ему самой лучшей или удобной, расположить к себе, чтобы вас полюбили, или с вами что-то серьезное, не надо прикладывать этих титанических усилий, говорит о том, что это не ваш человек, ваши усилия в итоге не оправдаются. Если вы нужны, то вы нужны, у турка в том числе. Как себя с ним вести? Естественно, такой, какая вы есть. Если вы хотите одеть маску, одевайте маску турчанки, ему это будет понятнее, просто предсказуемо, и не факт, что вам это на руку сыграет, потому что если бы ему нужна была турчанка, он бы уже себя ею обеспечен. Желающих перевехать сейчас в Америку, что что-то ранее происходит, немало. Это было бы очень круто и перспективно для многих, то есть для тех, кто здесь местные. Поехать к турку в своей культуре и религии человек это очень комфортно, удобно, это минимум какого-то противостояния, ломки, это очень комфортно и удобно. Соответственно, если бы это надо было, он бы уже это сделал. Надеюсь, все, что я сказала, было понятно. Пишите ваши комментарии, давайте советы автору письма. Может, вы попадали в подобную ситуацию в том плане, что тоже когда-то одевали маски, старались быть в начале отношений кем-то другим. Как потом с этими масками расставались, были ли разочарования у вас в ходе отношений, что-то менялось. Будет интересно очень об этом почитать. Если вам нужна моя психологическая консультация, в инфобоксе под видео есть моя почта, пишите тема письма консультации. Если вы хотите прислать как автор вашу историю ко мне на почту, пишите, я вам дам видеоответ, комментарии на ваше письмо в таком видеоформате на канале. Спасибо всем большое за внимание, за комментарии. Скоро увидимся. Всем пока.